МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многокилометровая пробка на Верхнем Ларсе возникла после объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизацией на войну в Украине. Сейчас на КПП организовали мобильный призывной пункт, где военно обязанным вручают повестки. Для того, чтобы уменьшить время стояния в очереди, многие, желающие попасть в Закавказье, используют самокаты и велосипеды. Грузинские власти на несколько дней разрешили переходить границу и пешком, однако сейчас вернули на это запрет. Люди в пробке сообщают о нехватке воды и продуктов. На дороге нет магазинов, туалетов, душевых и мусорных баков. После многократных жалоб на это в соцсетях волонтеры из числа активистов и местных предпринимателей стали привозить к Ларсу предметы первой необходимости. Не менее суток на пересечение границы требуется и в Астраханской области. Около приграничного с Казахстаном Караузека образовалась пробка длиной в 17 километров. Как сообщает корреспондент Кавказ Реалии, местные жители пользуются положением и продают полтора литра воды за 300 рублей, плов за 500 и место в очереди в одном километре от границы за 40 тысяч. В Астрахани также организовали призывной пункт прямо на границе. По данным телеканала CNN, всего после объявления мобилизации Россию покинули более 200 тысяч человек. Половина из них въехала в Казахстан, остальные в Грузию и Европейский Союз.